Всем привет, с вами Miles33 и это очередной инбокс. И знаю, что я довольно долго не выпускал роликов, но у меня накопилось столько много игр, которые я хочу вам показать, что я больше не мог откладывать данный ролик. Ну что же, давайте начнём. А начнём мы с игр для третьей PlayStation. Первый у нас The Last of Us. Игра шедевр, прошёл не раз, и так получилось, что я её покупать, собственно, не хотел, потому что, ну, хотелось коллекционку, а коллекционка дорогущая, и фиг найдёшь. Но как-то так получилось, что я обменял свой китайский контроллер на одни из нас. Контроллер там стоил что-то рублей 300, а одни из нас, ну, сейчас стоят у нас в городе рублей 600. Можно сказать, очень даже выгодный обмен. Следующая игра это Middle of Honor Warfighter Limited Edition. С ним у меня тоже очень интересная история. Я начал собирать все части Middle of Honor. Собрал пока только Airborne и Middle of Honor 2010 года. И приехал в магазин по объявлению, что там, возможно, обмен. Обменял, насколько я помню, Гольф на вот этот Middle of Honor. Но в этом Middle of Honor не было бумажек, поэтому я попросил продавцов, можно ли доложить бумажки из другого издания, благо их там было ещё штук 5. Ну и, в общем, переложил бумажки, и, можно сказать, стал Limited Edition. Единственное, одной бумажки не хватает. Ну, там ничего серьёзного. Это мне обошлось в обмен где-то в 100 рублей. Да, 100 рублей. Да, игру перепрошёл. Два раза почти платину выбил. Следующая покупка – Крёстный отец 2. Вообще, покупать её тоже не собирался на даче. Просто скачал на прошитую Соньку игру. Прошёл часов за 9. И, можно сказать, забросил. Но потом что-то увидел в магазине, что её продают за 400 рублей. Приехал, купил и за сколько? За два дня выбил платину. Очень бодрая игра, но, к сожалению, недоделанная и однообразная. А платину выбить только одно удовольствие. Следующей покупкой был Крёстный отец 2. Дон Эдишн – первая часть. К сожалению, эта игра не на русском, на второй Сонькина, а на русском, ладно, на пиратском, русском. Ну, качественный перевод там был. Игру я очень обожал. Перепроходил в несчитанное количество раз. А на третью Соньку купил, потому что решил, что раз первая есть, то надо и вторая копить, так сказать, коллекцию собрать. Тон Эдишн, в принципе, отличается от версии для ПК и ПС2, только улучшенной графикой, тем, что здесь добавили несколько новых режимов, костюмов, ну и, собственно, больше ничего. Ну, и ещё добавили возможность с помощью гироскопов в контроле Ритал Шок 3 избивать, так сказать, вражин. Следующая покупка – Heavy Rain. Здесь я уже решил, что я хочу собирать эксклюзивы для PlayStation 3 и решил начать с Heavy Rain. Тоже поехал в магазин, я её обменял. Я сначала купил в магазине РБТ Гольф за 60 рублей и обменял на Heavy Rain за 200 рублей. То есть, по сути, Heavy Rain мне вышел в 260 рублей, ну, даже если с проездом, то 300. Игра полностью на русском. Я не хотел покупать Move Edition, потому что Move Edition и все его Essential, а мне Essential абсолютно не нравится. Купил обычное издание, а Move уже докачался с PSN без особых проблем. Теперь перейдём к играм для Sony и PlayStation Vita. Первая игра у нас Unit 13. Её я купил за 400 рублей. Очень бодрая игра, я даже не ожидал, что мне так понравится. В демку играл, ничего особенного она из себя не представляла. Здесь у нас брошюрка с рекламой различных игр и аксессуаров. А потом купил игру, засел, и она меня затянула, наверное, недели на две. Я почти выбил платье, но там последние два босса очень жёсткие, и я не могу их открыть, потому что надо во всех миссиях убить 5 звёзд. Самое, что интересно, вот этот сетевой код, он не был активирован, что я потом написал продавцу, что молодец, что не активировал. Так как в PSN игра стоит сама, если не ошибаюсь, это в районе 600 рублей, даже 500 с чем-то, а сетевой код стоит 600 с чем-то. И это полный бред. 600 рублей код дороже самой игры, как так. Следующая игра Invisimals Alliance. Это я попросил друга съездить на другой конец города, благо он там рядом учится, и купить мне эту игру. У меня уже есть издание для PlayStation Portable, ну там шло в бандле вместе с iPad. Ну, игра прикольная, на Vita всё же я попробовал, но не затягивает, ну, пройду как-нибудь. В комплекте были карточки, у меня с самой Vita шли карточки в распечатанном виде, просто на одной бумажке. Здесь отдельные карточки. Неплохая, но, так, на любителя. Следующая игра, Nick for Speed Most Wanted. В принципе, я купил сразу Call of Duty Black Ops на Vita и Most Wanted. Сейчас расскажу. Most Wanted просто купил, так сказать, сколько он там, 400 рублей вроде стоил. Решил, что мне надо всё-таки купить гоночки на Vita, благо у меня не было ни одной гоночки. А Mod Nations мне как-то вообще не зашло, и даже кулачками назвать сложно. А в Most Wanted прикольная. Довольно неплохая гонка для Vita, даже очень хорошая. А вот Call of Duty мне абсолютно не понравился. Это игра, где 10 миссий по 3 минуты, без внятного сюжета и без какого-либо смысла. И на следующий день я поехал и обменял её на Dungeon Hunter Alliance. Эта игра мне хотя бы чем-то мне понравилась, потому что я люблю RPG, а RPG на Vita таких классических, можно сказать, довольно мало. Всё как-то JRPG. Игра хорошая. Наиграл часа 4. И последняя игра на сегодня у нас это LEGO Batman 2. Я вообще люблю LEGO игры на, можно сказать, всех платформах, и не смог удержаться от обмена в группе Game Hunt. Там я обменял Warhammer 40,000 Space Marines 3 Сонки на LEGO Batman 2. И уже почти, можно сказать, прошёл эту игру. Хорошая игра. Люблю LEGO. Ничего больше добавить не могу. И буквально сегодня я съездил в магазин РБТ, купил два кейса для картриджей для PlayStation Vita. Они по 12 штук и обошлись мне по 9 рублей каждый. Я когда приехал, спросил, есть ли ещё, мне сказали, что на другом конце города ещё есть штук 10. Я подумал, что мне в принципе и двух хватит. Одну даже я... И, собственно, последнее, что я хотел показать, это виновницы, почему у меня долго не выходят ролики. Я теперь играю в рок-группе и к своему дню рождения решил побаловать себя крутыми барабанными палочками. Это барабанные палочки, сделанные специально под барабанщика металлики Ларса Уддриха. И это, можно сказать, лимитированные палочки. Они алюминиевые и не ломаются в течение 4-5 лет. На что деревянные палочки в принципе не способны. Они ломаются уже через месяц активной игры, а то и раньше, смотря когда убить. Эти палочки обошлись мне в 2 800, но я ничуть не жалею, потому что покупать палки при своей игре я уже заколебался. А играю я очень сильно, так сказать. Ну и на этом у меня всё. В принципе, я показал всё, что я купил за последние, наверное, месяца 2,5. Больше у меня для анбокса и показа вам ничего нет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте и до новых встреч!